Глава НПО Машиностроения Противокорабельные крылатые ракеты станут гиперзвуковыми 29 мая 2019 года ТАСГ Глава НПО Машиностроения Противокорабельные крылатые ракеты станут гиперзвуковыми Александр Леонов Источник изображения Пресс-служба АУВПК НПО Машиностроения Александр Леонов рассказал в интервью ТАС «За совершенствование крылатых ракет ОНИКС» новом космическом аппарате «КондарфКМ» и межконтинентальных баллистических ракетах «Уркс-Туэн-Утэ-Теха». Создатель ракетного комплекса «Авангард-НПО» машиностроения, входит в корпорацию тактическое ракетное вооружение, в настоящее время занимается совершенствованием крылатых ракет «Оникс», разрабатывает новый космический аппарат «КондарфКМ», ведет техническое сопровождение межконтинентальных баллистических ракет «Уркс-Туэн-Утэ-Теха». О том, как продвигаются ЭТЭ и другие работы, рассказал в интервью ТАСГЕН-директор генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов. Какими вы видите направление совершенствования крылатых ракет, и в частности, как будет изменяться «Оникс»? Общая тенденция в направлении совершенствования крылатых ракет увеличение скорости до гиперзвука, увеличение дальности действия, а также универсальность ракеты как с точки зрения ее целей, так и используемой пусковой платформы. В этом направлении мы и движемся. Сколько еще смогут находиться на боевом дежурстве межконтинентальные баллистические ракеты «Уркс-Туэн-Утэ-Теха»? Ракеты «Уркс-Туэн-Утэ-Теха» имеют наиболее длительные сроки нахождения на боевом дежурстве. Сейчас эти сроки продлены свыше 36 лет, что обеспечивает эксплуатацию комплекса в соответствии с планами РВСН. Задача по обеспечению столь длительной эксплуатации комплекса при сохранении боевых и технических характеристик была решена впервые в мире. Потребовалось реализовать множество научных исследований и опытно-конструкторских работ, объединенных в единую комплексную программу. Определяются запасы прочности силовых конструкций, тщательно проверяется состояние стенок топливных баков, анализируется состояние компонентов ракетного топлива, проводятся ускоренные испытания в климатических камерах, обеспечивающих эквивалентные воздействия параметров окружающей среды на конструкции узлов и агрегатов ракетного комплекса. Задача по дальнейшему продлению сроков эксплуатации Уркс-Туэн-Утэ-Теха также стоит. Есть ли перспектива использования ракет-носителей «Стрела»? Если нет, что будет со шахтной пусковой установкой под нее на Байконуре? В силу многих причин, в том числе связанных с кооперацией по системе управления ракетой и участием в ней предприятия Украины, использование ракет-носителей «Стрела» в ближайшее время не предполагается. При этом пока на боевом дежурстве находится МБР Урс-Туэн-Утэ-Теха, шахтная пусковая установка на космодроме Байконур должна поддерживаться в рабочем состоянии. Известно, что НПО «Машиностроение» занимается эксплуатацией районов падения на Байконуре. Выполняет ли предприятие аналогичную миссию на Восточном? Предприятие на сегодняшний день обеспечивает все пуски с космодрома Байконур. Что касается нового космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке, то НПО «Машиностроение» обеспечивало только один пуск с него. Все остальные предприятия Роскосмоса в Губценке. Как идет работа по подготовке к запуску космических аппаратов «Кондорфка»? Одним из крупнейших проектов в области космоса на сегодняшний день является создание космических аппаратов «Кондорфка» и космической системы по заказу госкорпорации «Роскосмос». Необходимо отметить, что наземный комплекс приема, обработки и распространения информации «Кондорфка» одним из первых интегрирован в единую территориальную распределительную информационную систему. Продолжается серийное изготовление двух космических аппаратов. Первый пуск малого радиолокационного космического аппарата «Кондорфка» мы планируем в 2020 году, второй – в 2021. Какими еще перспективными направлениями занимается НПО «Машиностроение» в части космоса? В августе прошедшего года предприятие выиграло конкурс по модернизации космической системы «Кондорфка». В этой связи начаты работы по космическому аппарату «Кондорфка-М» – радиолокационному космическому аппарату нового поколения с заявленными техническими характеристиками на уровне мировых. Идея разработки «Кондорфка-М» лежит в русле мировых трендов развития космической радиолокации, а наше предприятие на сегодняшний день является одним из лидеров в освоении современных информационных технологий в космическом направлении, таких как обработка радиолокационных данных с использованием облачных технологий и распределенных вычислительных систем. Также на данный момент подготовлена вся документация и доведен до габаритно-массового макета «Малый космический аппарат» совместная разработка ООВПК-НПО «Машиностроение» и Молодежного космического центра МГТОИМ. Наши эры. Баумана. Кстати, он впервые будет представлен публике на авиационно-космическом салоне МАКС-2019. В ходе работы над космическим аппаратом удалось создать смешанную команду из профессионалов и увлеченных молодых талантливых ребят. Это позволяет студентам увидеть, как в реальности опытные специалисты работают над созданием спутников, получить собственный практический опыт работы над проектом и принять осознанное решение о выборе дальнейшего трудового пути. Перспективным направлением также является орбитальное обслуживание космических аппаратов. Сейчас ведутся исследования различных аспектов автоматического орбитального обслуживания. Первоочередными направлениями исследований стали проработка средств для обеспечения орбитальной буксировки космических аппаратов, а также средств обеспечения дозаправки в космосе и соответствующих схемно-технических решений перспективных двигательных установок. Пометуя о славной истории НПО машиностроения, в частности, по космическим аппаратам ИС-1, истребитель спутников серии советских спутников-перехватчиков, не имеет ли отношения предприятие к космическим аппаратам Космос-2519, Космос-2521, Космос-2523, Космос-2552, которые западные СМИ наделили инспекционными возможностями. Нет, не имеет. Какая доля ГОС в общем объеме продукции предприятия? Что делается и что будет сделано по ГОС в текущем году? Начиная с 2013 года мы наблюдаем заметное ежегодное увеличение объемов выручки на предприятия, одновременно растет производительность труда, а также показатели эффективности работы. Так, в прошлом году объем выполненных работ превысил 45 миллиардов рублей, а чистая прибыль по итогам года составила около 4 миллиардов рублей. Стабильно растет заработная плата. В 2018 году она составила 79 тысяч рублей. Что касается соотношения ГОС-баранзаказа к экспорту, то в 2018 году это было 50% на 50%, а в 2019 году ГОС-баранзаказ опережает и соотношение будет примерно 60% к 40% при увеличении экспорта. Какие перспективы у Крымского берегового ракетного комплекса, БРК, УТЕС? В 2014 году мы начали восстановительные работы комплекса. Была проделана непростая работа, но поставленную задачу выполнили успешно и в срок. БРК УТЕС это действительно грозное оружие, которое может поражать надводные силы противника на дальности до 300 километров. Крейсеры, фрегаты, десантные корабли и ракетные катера одной ракеты достаточно, чтобы вывести любой корабль с строя. Успешные пуски после проведенных ремонтно-восстановительных работ показали готовность комплекса к защите своего сектора Крымского побережья. Сейчас рассматривается вопрос о перспективном перевооружении комплекса на новые образцы ракет. Сегодня проходит Международная молодежная научно-техническая конференция аэрокосмической технологии. А насколько активно молодежь предприятия участвует в подобных научных мероприятиях? Молодые специалисты предприятия очень активно принимают участие в конференциях, организованных нашим предприятием. Сегодняшняя конференция уже третья в этом году. В Челомеевских чтениях, которые прошли в январе, процент участников, я имею в виду выступающих с докладами, среди молодежи, к примеру, составил более 60%. Жидкостная двухступенчатая ракета-носитель легкого класса стрела ВНПО машиностроения. Источник изображения – Станислав Красильников, ТАСС. Совместно с администрацией Реутова построен, оснащен и начал работу Центр инновационного творчества молодежи «Изобретариум», где занимаются дети от 5 до 18 лет. Преподают в «Изобретариуме» в том числе и наши сотрудники. Таким образом, ребята получают возможность, начиная с детского сада, развивать технические и научные способности, а город и предприятия построить образовательный маршрут, ведущий талантливую молодежь о школе на аэрокосмический факультет МГТУ. Н.Э. Баумана, расположенный у нас на территории, а затем и на работу в НПО машиностроения. Также совместно с администрацией Реутова в прошлом году в Лицее был открыт специализированный инженерный класс. В перспективе этот класс станет важным звеном в городской системе непрерывного профильного образования и обеспечит аэрокосмический факультет подготовленными абитуриентам, а потом и предприятия квалифицированными молодыми специалистами. Каковы особенности поступления на аэрокосмический факультет МГТУ. Н.Э. Баумана, находящийся на территории вашего предприятия. Важной составляющей является программа целевого набора на факультет. Проводится отбор выпускников 11-х классов, направляемых предприятием для поступления на аэрокосмический факультет по нескольким специальностям. После получения результатов ЕГЭ они проходят собеседование с ведущими специалистами предприятия МГТУ. Н.Э. Баумана, в результате которого отбираются только лучшие и мотивируемые на работу абитуриенты. Молодые специалисты, прошедшие обучение в рамках целевого набора, обязаны отработать на предприятии 3 года по полученной специальности. И сегодня это не только не пугает поступающих и их родителей, а наоборот, вселяет уверенность в том, что по окончании института они будут трудоустроены на стабильное и финансово-успешное предприятие. Как строится учебный процесс для будущих конструкторов? На что делается главный упор в учебных программах и на практике? Аэрокосмический факультет Бауманского университета сегодня стал для нас главной кузницей кадров. Его студенты буквально с первых лет обучения находятся в производственной среде, участвуют в реальных проектах, в разработке самого нового. Работать в подразделениях могут и студенты кафедры АСМ-2, аэрокосмические системы, основанные Челомеем, а также других кафедр университета. Лабораторные занятия проводятся в лабораториях нашего предприятия. Обучение проходит в производственных помещениях, где установлена самая современная техника. У нас регулярно проходят научные конференции, и ребята участвуют в них наравне со специалистами. Их привлекают к созданию малых и наноспутников, к участию в решении инновационных задач. Подготовка сильная. Не случайно на аэрокосмическом факультете 50% стипендиатов президента РФ, правительства РФ, ректора университета самый большой в МГТУИМ. Наши эры. Баумана. Учебный процесс будущих молодых специалистов строится таким образом, чтобы они с первых дней были готовы к выполнению самых сложных заданий. Более того, они должны быть способны работать в любом из наших подразделений. Расскажите о трудоустройстве выпускников СМ-2 и аэрокосмического факультета. Мы принимаем на работу, конечно же, не только выпускников МГТУИМ. Наши эры. Баумана. Специализацию нас на предприятии много. Но тем, кто обучается на СМ-2 и на аэрокосмическом факультете, устроится к нам не то чтобы легко, но комфортно. Они уже знают и наши подразделения, и чем они занимаются. Эти студенты, можно сказать, прожили здесь 6 лет. На третьем-шестом курсе они могут заключить с предприятием договор о том, что потом придут сюда на работу. И при этом получают хорошие дополнительные стипендии. На последнем курсе это плюс 15 тысяч рублей. Наши студенты имеют возможность выбрать место будущей работы. Но надо заметить, что их тоже выбирают. Больше половины приема молодых специалистов приходится именно на кафедру и на факультет. А когда студенты начинают работать, вы оказываете им поддержку. Наше предприятие практикует подход, согласно которому молодым специалистам, пришедшим работать на предприятие, в первые годы устанавливается заработная плата в размере не менее средней по предприятию. И, конечно же, предприятие оказывает финансовую и организационную поддержку своим сотрудникам, желающим повысить квалификацию и пройти дополнительное обучение. Ежегодно более 1300 работников проходит подготовку и повышение квалификации в различных образовательных учреждениях, включая программы бизнес-администрирования МВА. Молодежь НПО «Машиностроение» может поступить в собственную аспирантуру предприятия либо в целевую аспирантуру МГТУИМ. Наши эры. Баумана. Работники в возрасте до 40 лет, успешно защитившие кандидатскую диссертацию, а также их научные руководители получают дополнительное материальное поощрение. Но, наверное, сегодня самым важным для молодежи является решение жилищной проблемы. Предприятиям уже реализовано несколько льготных жилищных программ для молодых специалистов. А в конце прошлого года дан старт новой, самой масштабной жилищной программе АОВА ПК НПО «Машиностроение» за последние 25 лет, которая одобрена Советом директоров предприятия. АОВА ПК НПО «Машиностроение» выступила с инициативой выделения части собственной территории под строительство жилого комплекса для своих сотрудников. Идет проработка комплексного плана застройки территорий и получения соответствующих разрешений. Кроме того, предприятие активно помогает уникальным молодым специалистам и уникальным молодым ученым при их участии в подпрограмме социальной ипотеке государственной программы жилища по Московской области. За три года реализации этой программы НПО «Машиностроение» является абсолютным лидером по количеству участников, получивших сертификаты на приобретение жилья – 36 человек. Как организовывается досуг и отдых молодых специалистов? У молодежи предприятия нет проблем с организацией досуга и отдыха. НПО «Машиностроение» обладает собственной современной базой отдыха на берегу Черного моря, которая только в прошлом году открылась после полной реконструкции. Путевки для сотрудников предприятия и членов их семей предоставляются по льготной цене. Для поддержания здорового образа жизни работникам предприятия предоставляются льготные абонементы в фитнес-клубы Риутова. На предприятии создано молодежное объединение, куда входят все сотрудники до 35 лет включительно. Объединение регулярно проводит творческие и благотворительные мероприятия, организует молодежные вечера, принимает участие в спортакеадах и молодежных туристических следах. Профсоюзная организация предприятия проводит целый ряд интересных для молодежи мероприятий. Это и игры Брейн Ринг, различные экскурсии, спортивные соревнования. Беседовал Сергей Бабкин. Право на данный материал принадлежат ТАСС. Материал размещен правообладателям в открытом доступе.